Всем привет! Все самое новое и интересное. Смотри на Универ Ньюз. Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Сотрудничеству «Будь КФУ» и Пекинский педагогический университет подписали соглашение. Провели лето с пользой. В Илабужском институте КФУ завершилась смена летнего лагеря интеллета. Пекинский педагогический университет и Казанский федеральный договорились развивать обмен обучающимся в области образования. О визите делегации из Китая в наш Alma Mater смотрите в следующем сюжете. Представители китайских университетов приехали из Москвы в Казань после форума российских и китайских университетов. Здесь в КФУ гостям представили лаборатории вуза, деревни университеты и IT-лицей КФУ. Делегация Пекинского педагогического университета прибыла с визитом, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество в области Китая ведения, педагогики и психологии. Мы специально приехали из Китая в Казанский федеральный для подписания соглашения о стратегическом партнерстве. Я думаю, это принесет много пользы – улучшение сотрудничества между университетами и образование студентов по обмену. Об истории КФУ и его развития гостям рассказал ректор Казанского федерального Ильшат Гафуров. Он также отметил сотрудничество КФУ с целым рядом университетов, научных организаций и компаний Китая. У вас есть уже сложившиеся определенные мнения. Конечно, сделать полное мнение об университете за полдня практически невозможно. Но тем не менее, как говорят в России, первые впечатления не бывают обычно самыми правильными. Стоит отметить, что подписанное соглашение послужит основой для развития многолетнего взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества. Анастасия Иванова, Ленардо Влетиарф, Роман Самарин, Универ Ньюс. В июне в Илабужском институте КФУ в седьмой раз гостеприимно распахнул свои двери интеллектуально-здоровительный лагерь. Гивного пребывания «Интеллета» для детей от 7 до 15 лет. Программа лагеря выдалась, как всегда, насыщенной. О церемонии закрытия смены узнаешь в нашем следующем сюжете. 4 июля в Илабужском институте КФУ состоялась торжественная церемония закрытия смены интеллектуально-оздоровительного лагеря «Интеллета». На площади перед институтом ребята устроили целое представление с песнями, танцами и даже акробатическими номерами. А зрителями стали их вожатые, преподаватели, руководство вуза и, конечно же, родители. В течение 20 дней в стенах Илабужского института КФУ и на территории вуза не смолкали детские голоса. Юные почемочки сами создавали историю в лагере «Интеллета», и каждый смог оставить здесь свой яркий след. Мне очень понравился этот лагерь. Я обязательно приду сюда на следующий год. Тут было очень весело. Я познакомилась с очень хорошими друзьями и вожатыми. Мне очень понравились спортчатсы, особенно по бадминтону. Там меня научили играть. В лагере мне больше всего понравились некоторые уроки, такие как физика, потому что мы изучали некоторые физические свойства предметов. Почему, например, железный топор падает, а железный корабль плавает. Также нас там научили делать кристаллы из соли и купороса. Потом математика. Мы учились делать разные фигуры и решать японские кроссворды. Мне очень понравилось в лагере «Интеллета», потому что там хорошие ребята, занятия, там самые лучшие. Я научилась разговаривать на других разных языках, узнала многое и развила свой кругозор. По признанию директора лагеря Раилии Шапировой смена завершилась успешно. В этом году в нашем лагере отдохнуло более ста детей. Дети были талантливые и интересные. Набор вошадок тоже был особый. Помимо воспитательной работы у нас был широкий блок информационной, образовательной дисциплины, такие как информатика, математика, физика. Уже с 1 сентября юные почемучки смогут снова вернуться в стены вуза и стать слушателями детского университета. Диана Вакян, Динара Алмагомбетова, Денис Сипайлов, Невер Ньюс. Пришло время самых ярких новостей Рунета в эфире рубрика Веб Ньюс. Казань примет российский этап мировой серии 2017 по прыжкам в воду. Напомним, в столице Татарстана в апреле 2016 года прошел четвертый заключительный этап турнира. Предприятия Набережных Челнов на 20% нарастили выпуск продукции. Сейчас ведется активная работа по вопросу продвижения продукции местного производства. Поведение футболистов будет учитываться при отборе кандидатур в сборную России. Об этом заявил министр спорта Виталий Мутко после того, как игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев потратили на шампанское 250 тысяч евро. КФУ и университет имени Йохана Гутенберга будут совместно готовить переводчиков. Такие перспективы обсуждались в ходе визита представителей Высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений истории и востоковедения в немецкий вуз. Президент Татарстана Рустам Миниханов осмотрел международную школу Алабуга International School. Здесь учатся как юные жители Елабуки, так и дети иностранных специалистов, работающих в особой экономической зоне Алабуга. В школе обучается 88 учеников от 3 до 9 лет в 6 возрастных группах. КФУ привлекательнее для зарубежных научных центров, университетов и научных сообществ. Этому доказательство частые визиты в КФУ послов стран, представителей научных центров, ректоров вузов. Подробности смотри далее. Познакомиться с Казанским федеральным университетом 6 июля прибыл посол Финляндии в Российской Федерации господин Ханну Химонен. Ленар Латыпов, проректор по внешним связям КФУ, провел для гостя экскурсию по музею истории. Показал аудиторию, где когда-то учился Владимир Ильич Ленин. Впечатления после экскурсии у Ханну Химонена очень хорошие. По его словам, Казанский университет стремится к современности, сохраняя свою богатую старинную историю. Хочется, что будет больше обменов студентов между странами, тоже можно сказать, между Финляндией и Татарстаном. Уже есть программы, но можно побольше это сделать. Я уже говорил об этом немножко. Можно предполагать, что есть перспективы для обмена. Это, я думаю, выгодно обменам и КФУ, и финским университетам. Помимо обмена студентами, в рамках деловой встречи с руководством КФУ обсудили вопросы, касающиеся определения возможных направлений сотрудничества КФУ с различными образовательными и научно-исследовательскими центрами Финляндии. Аделя Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Республика Татарстан с каждого года все больше и больше развивается в киноиндустрии. Есть уверенность, что в скором времени, благодаря активной подрастающей молодежи и национальной самоидентификации, татарстанское кино вырвется на мировой уровень. Пятого июля в Казани прошла презентация фильма «Представь» от Ильшата Рахимбая. Молодой режиссер всего два года назад закончил Казанский государственный институт культуры по направлению киновидеотворчества и уже сегодня добился признания в киноиндустрии. На презентации побывали представители из разных сфер деятельности и поделились своими впечатлениями о новом фильме. Фильм интересный, интересная тема, она затрагивает две религии. Вроде реальная, но нереальная. Происходит симбиоз. Действительно, наша республика служит примером, как религии между собой взаимосвязаны, они живут дружно. Проблема – это характер не только для нашей страны, для нашего региона, а для всего мира, скажем так. Все-таки разные религии у нас существуют, и существует борьба между ними. И в этом фильме как раз-таки режиссер пытается показать. Видно, что они горят этим, что им это нравится, что они любят свое дело, они наполнены какими-то новыми креативными идеями. Темы, по крайней мере, те, которые были озвучены в роликах, они глубокие. Дело речь о человеческой осознанности, о взаимодействии, ну то есть об отношениях людей разных вероисповеданий, я так понял. Вот, мне было, конечно, очень интересно посмотреть этот фильм. Реализация фильма требует больших затрат, и для того, чтобы закончить киноленту, необходима ваша помощь. Поддержать проект Ильшата Рахимбаи вы можете на сайте, который вы видите на экране. Регина Фахрудинова, Руслан Уразаев, Универньюз. На сегодня это все новости. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова